Как бокс в массу продвигается, как баскетбольный клуб Локомотив Кубань собирается закрывать этот сезон, обо всем об этом сегодня поговорим. Но начнем все-таки с лучшего игрока российской футбольной премьер-лиги. За тур до ее окончания звание MVP уже отдано. Отдана Федору Смолову, форварду Краснодара. Нападающий Быков набрал 113 очков и оторвался от ближайшего преследователя Квинси Промеса на 20 баллов. Этот отрыв полузащитнику «Спартака» сократить уже не удастся. Впереди всего одна встреча, а максимальная оценка за проделанную работу в 18 очков. Определяет лучшего футболиста журналисты, специалисты, представители РФПЛ и болельщики. Свои голоса они отдают после каждого тура. Традиционно этот конкурс проводит портал чемпионат.ком. Добавлю, что также Федор Смолов сохраняет шанс стать лучшим игроком этого месяца и лучшим бомбардиром РФПЛ на счету нападающего черно-зеленых на данный момент 20 мячей. Идем дальше. Баскетболисты «Локомотива Кубани» завтра попрощаются с болельщиками. Железнодорожники завершают сезон, завершают по очень хорошей традиции встречи с поклонниками. Начнется мероприятие в 6 вечера, пройдет оно в баскет-холле. Организаторы подготовили благотворительный аукцион, финал конкурса «Шутинг Стар» и мини-турнир по баскетболу с участием игроков клуба и фанатов. Будут, конечно же, и ответы на их вопросы, зададут их те, кто придет на встречу, ответят, само собой, те, кто на встречу пригласил. Будет на этом мероприятии, естественно, автограф-сессия в 18.00, баскет-холл, как говорится, добро пожаловать. Предлагаю, кстати, с завтрашнего вечера не дожидаться и итоги Еврогода прямо сейчас начать подводить. Президент «Локомотива Кубани» Андрей Ведищев это сделает. Смотрим его на такой отчет о Евролиге. В ноябре мы на групповом этапе играли матч с Жаргерисом дома. И, в общем-то, когда мы где-то в середине игры, я увидел, насколько мы, в общем-то, хорошо выглядели. И насколько мы уже в ноябре показывали игру команды уровня Final Four. Я это просто видел. И тогда у меня закралась мысль, да, что если мы продолжим так играть, то мы наверняка будем где-то очень рядом с Final Four. Так в итоге и случилось. И в итоге мы попали в Final Four. Поэтому большая, конечно, работа была тренером сделана с точки зрения командной психологии, химии, в общем, всего, да. Да, распределены роли правильные, кто должен быть лидером, кто должен помогать где-то, кто должен в раздевалке атмосферу поддерживать правильно. То есть это все большая работа и тренера, и его штаба. И, в общем-то, они справились с ней на отлично. И поэтому мы в финале четырех. Ну, победа, конечно, над Барселоной, безусловно, да, это верх как бы был сезона всего. Выход в финал четырех. Даже, может быть, не выигрыш у Барселоны, но это именно выход в Final Four, да. Это самая значимая история. Ну, было много локальных успехов и победы над Панатинаэкосом в Афинах, и победа над ЦСКА в Москве. Ну, в общем-то, много было игр очень хороших, которые мы выиграли. И можем гордиться командой своей в этом сезоне. Это точно целью. В общем, провожаем мы баскетбольный сезон. Совсем скоро распрощаемся и с остальными игровыми видами спорта, но им на смену другие. Приходят в эту субботу, например, стартует очень интересный проект. Любой житель, любой гость Краснодара сможет совершенно бесплатно заняться боксом на открытом воздухе. До конца лета в Чистяковской роще будут проходить занятия, тренировать народ. Будут профессионально известные специалисты. Мастер спорта международного класса Игорь Колесников. Призер чемпионата России Анна Хачатурова. А также известный оставник чемпионов страны Европы и мира Александр Юрков. Мы хотим показать, что бокс доступен для каждого. Что он безопасен, что он весел, что он интересен, что он полезен. Тренировки будут выстроены так, что не потребуется какая-то специальная подготовка, дополнительные навыки. Занятия, я еще раз повторюсь, будут проходить по субботам в Чистяковской роще. В 10 утра старт. Место сбора. Площадка у большой сцены парка. А сейчас хочу рассказать вам об уникальных соревнованиях, уникальных спортсменов. Показать, конечно же, их сегодня в Краснодаре прошла спартакиада края среди пенсионеров. Ветераны физкультуры и спорта 100 человек из 10 населенных пунктов края собрались на стадионе Кубань. Мария Фалькова со всеми подробностями. Спартакиада пенсионеров собрала десятки спортсменов со всего региона для края событий особой важности. Всего лишь второй раз в истории на Кубани проходит подобный старт. И не только среди заслуженных работников спорта, но и просто среди любителей. Я вообще обещаю все время. Я обещала пшеничному принять участие в марафоне стартовать. Ну, это как всегда. Вы знаете, скорее всего, это не возможность принять участие, а не возможность найти на это время. Поэтому свои обещания я обязательно сдержу в ближайшем будущем. Все турниры проходят в одном месте на стадионе Кубань. Легкоатлетические дорожки заняты, понятное дело, бегунами, а уже по трибунам помещения расположились шахматисты. Погода как раз под заказ. Ярко уже почти летнее. Солнце закрыли тучи. В таких условиях идти к медали намного легче. Но, впрочем, многие участники спартакиада были готовы даже к самым жестким погодным условиям. Учет пробегаемых километров я начал вести с 1983 года. За это время, в 2003 году, я пробежал вокруг земного шарика по акватору. А сколько вам лет? Ну, 77 лет. Как я говорил, как раз. Регламент спартакиада достаточно строгий. Заявки на участие могли подать мужчины не младше 60 лет, а женщины не младше 55. А вот возрастных атлетов очень много, куда не посмотри одни рекордсмена. Это мой личный рекорд за последние три года. Три минуты 33 секунды. До этого у меня было 3,50. Второй километровый забег у мужчин получился волнительном. Ожидаемый лидер, действующий чемпион спартакиады Василий Саракопудов стал вторым. Очередной рекорд установил новичок из Краснодара Владимир Аберюхтин. 3,20. Рекорд? Ну, да. В принципе, быстрее я не бежал среди пенсионеров. Так будем говорить. Еще один вид программы плавания. 50 метров вольным стилем. По результатам мы не скажем, что в бассейне одни пенсионеры. К спартакиаде многие готовили целый год. Копили не только силы, но и эмоции на случай большой победы. У нас еще должен быть рывок в лет 30. Я думаю, на 90-летие мы еще здесь будем участвовать. Большой спорт для лучших пенсионеров в Кубани только начинается. Целое лето на подготовку. Ну, а в конце сентября у лучших, у победителей спартакиада Кубани начинаются всероссийские старты. Мария Фалькова, Артем Лучко, Кубань, 24, Краснодар. Ну, молодцы, что тут скажешь. И пенсионеры, и Мария Фалькова тоже. Ну, а завершит наш выпуск традиционная рубрика «Герои недели». И сегодня олимпийская чемпионка Ирина Каравая расскажет о том, как попала в прыжки на батуте. В прыжки на батуте меня привела мама. Потому что, на самом деле, моя родная тетка, она первая ученица у Виталия Федоровича Дубко. И вот она нас и пригласила на батут. Тогда вышел уже покойный Георгий Хаджимусович. Это тот тренер, который Святалий Федоровичем, второй тренер он считался. И всю жизнь проработала Святая Федоровичем, готовя ему базу. Вот. Он тогда вышел, он очень громко говорил. И я не захотела идти, потому что, на самом деле, на меня родители никогда не кричали. А он чуть глуховат был, и поэтому так громко говорил. Опять же, вышел другой тренер молодой, только начинающий, в прыжках на дорожке. И вот я захотела на прыжки на дорожке перейти. И потом, через 7 лет, я заново вернулась на батут. Но уже к Виталию Федоровичу. Нравилась спортивная гимнастика. И нравилось, конечно, фигурное катание. Плюс, ну, как бы я с детства знала, что меня назвали в честь тогда уже знаменитой Ирины Родниной. И это мне как-то еще больше льстило и нравилось. Ну, и тем более, так как это было очень популярно, очень часто показывали по телевизору. То есть, популяризация этих видов спорта была настолько огромна, что, ну, они не могли не нравиться. Завтра Ирина Караваева о себе продолжит рассказывать. Продолжим со спортивной жизнью Края Вас. И мы знакомимся. А выпуск сегодняшний завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин